Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, и это игра Фортнайтс. По-моему, как-то так она произносится. И это мой, так сказать, первый взгляд на эту игру и, можно сказать, обзор. Ну, в какой-то степени, да, то есть с геймплеем. Посмотрим, что за игрушка. Я очень долго её выпрашивал у разработчиков, что у меня в итоге не получилось, но всё-таки ладно. Получилось как бы её приобрести другим благодаря подписчикам. Всё благодаря подписчикам. Огромное вам спасибо. Эту игрушку я видел на Е3, я в неё хотел поиграть, и это круто. Компьютерная игра в жанре survival, то есть в жанре выживания, находящейся в разработке компания People Can Fly совместно с Epic Games, которая будет выпускать эту игру Epic Games как раз-таки от создателей, по крайней мере, она выпускает игру Ark Survival, и это намного нам говорит, это довольно-таки интересный проект Ark Survival, и здесь же тоже может быть всё интересно. И геймплей строится на том, что вы собираете ресурсы днём и выживаете ночью от волн монстров. По крайней мере, об этом говорит Википедия. И эта игра основана, ну и впервые будет как бы основанной от Epic на собственном движке Unreal Engine 4. В общем, как-то вот так. Unreal Engine, или не знаю, как-то правильно. Игра на русском языке, ранний доступ, и на первый взгляд очень, очень интересно. Вот я только-только начал, я буквально вот там вот внизу появился, убил пару мобов, и мне вот дают обучение. Собственно говоря, с чего мы начнём, да, это вот обучение собрать ресурсы, да. Здесь я уже смог построить предмет какой-то, вот типа лесенки. Вот так вот оно строится, то есть мы можем переключаться ку и обратно, да, и выбирать F4, F2, F5, там вот там подобные, видите, ресурсы. Ну, точнее, не ресурсы, а строительство. Вот так вот оно строится, довольно-таки интересно. Притом оно, не знаю, откуда магическим путём берётся, прилетает ресурс и строительство начинается. Но ещё бы я бы хотел добавить, ребят, если вам понравится эта игра, если вам она вообще нравится, и вы её хотите увидеть на моём канале или на стримах, обязательно напишите в комментариях, или просто поставьте лайк, или дизлайк, неважно. И подписывайтесь на канал, когда подпишите, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили новые уведомления о новых видео. Такое вступление, наверное, этого хватит, чтобы как-то рассказать об игре. Если кому-то станет более интересно, вы, наверное, захотите больше видео, или сами приобретёте её, ссылочка будет в описании. Давайте же уничтожим деревья и машины, чтобы собрать ресурсы для запасного оружия. И здесь реально валится ресурсов просто со всего. Вот смотрите, машину сломал, при том это предметы, которые показаны. Вот давайте к стагу сену подойдём. Его можно обыскать. Или камень. Видите, просто я достаю кирпичи. То есть, похоже, здесь придётся вот реально так днём добывать в большом количестве ресурса, а ночью отбиваться от волн монстров и при этом добывать что-то. Непонятно что пока что. Но очень-очень интересно на самом деле, потому что... О, чемоданчик, ну-ка. Откройте инвентарь, щёлкните по иконке аж, выберите его и создайте. А как мне инвентарь открыть? А, и, понятно. Кстати, тап-карта. Давайте откроем и... Крафт. Вот этот, наверное, да? Прошу прощения, отвлекли. Да, это, похоже, вот эта эмочка. И здесь, смотрите, можно посмотреть, автомат самодельный, да? Полностью практически штурмовое оружие. Здесь урон с секунды написано, вот что я использовать буду для крафта, характеристики посмотреть его. И создание, из чего он создаётся? Создание предмета. Давайте создадим это на С кнопочку. Создание пошло. То есть эмочка и... И она мне... Воу-воу-воу-воу-воу. Это так далеко. Это такая карта. Неплохо, ребят. Очень неплохо. Я люблю выживалки. С довольно-таки большими мирами. С песочницей, ну, в какой-то степени. Это тоже в какой-то степени песочница. И это интересно. Я люблю, когда большие миры, когда есть свобода, когда они, так скажем, набиты чем-то, да? Чё это происходит? Уже... О-о-о-о-о-оу-воу. Побыстрее там. О-о-о, понеслось. Ха-ха-ха-ха. Неплохо, неплохо. А, может, я тоже буду стрелять, нет? Может, я тоже буду стрелять? Я хочу стрелять тоже. Я не хочу смотреть, как вы стреляете. Ну, чё, валим-валим. Я так понимаю, можно прям вообще, то есть, ну... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. В башку, я так понимаю, более урон идёт. Так, прорвались на базу. Отлично, отлично. Отстрел. Пошёл, пошёл, пошёл. Да, интересно. Самое главное, что... Блин, прикольный экшен такой. Самое главное, что здесь можно будет играть не одному. Конечно же, можно будет играть с друзьями. И это, конечно, самое главное. В любой такой подобной игре всегда хочется с кем-то поиграть. И, чёрт возьми, это будет интересно. Реально интересно. А чё за... Вот эти штуки... Мы уже думали, что потеряли тебя. Да? Как-то резко всё прекратилось. Мы должны поскорее отсюда выбраться. Не то нам крышка. Крепость довольно-таки. Мы работаем над этим. Не волнуйтесь. Вышки, посмотрите. Поставьте ловушки перед дверью, чтобы не пустить мозгляков внутрь. Так. Тё, режим строительства, похоже. Установить ловушки на подсвеченной клетке пола. Переходим в строительство. F5. F5. Вот ловушечка. Выбрать ловушку Т. А, то есть вот я могу выбрать, какую ставить. Понятно. Ну и давайте устанавливаем. Ловушки помогут нам задержать грозу. Я побольше их поставлю. Так, давайте посмотрим. Окей. Open открыто. Ну, начало, я думаю, вы все его... Ну, хотя нет. Почему? Не буду уж говорить, что вы все его видели. Многие, наверное, и не знают, что есть такая игра. Мы обо всём позаботимся. Вот, сундучок, халявка. Но, скорее всего, она у всех. Интересно, вот только базука. Интересно, вот рандомные ли здесь предметы. Стоп. Под ней. Так. Подтвердить. А, вот так вот, смотрите. Ха-ха. Прикольно. Прикольно. А, 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 чему бы прикольно. Очень интересная система. Ого. Это всегда тут было? Это же какая-то ракета. Ха-ха. Какая-то ракета. Хотя, погодите-ка. Это страшно полезная ракета. У неё на борту спутник. Если у нас будет спутник, мы сможем вывезти Рамироса и остальных на нашу главную базу. Так давайте запустим эту штуку. Я вот с этим разговариваю. Запустить ракету. А, а, попытаться запустить ракету. Как-то совсем не взлетает. А, так странно. Почему-то эта ракета работает на Сенегеле. Ха-ха-ха. Давайте найдём Сенегель. Ошла третье помещение рядом с ракетой. Что такое Сенегель? Там должно хвататься хоть сколько-то Сенегеля. Ха-ха-ха. Сенегеля. Ну ладно, я, конечно, соберу сейчас всё, где найду. Но это забавно. Жалко, что она мне объясняет, что это. Ага, окей. Типа этого хватит? Ну, давайте сюда пробежим. А, вот даже здесь ещё Сенегель. Понятно. Понятно. Я бегу. Я бегу. Почему только... Вот единственное, мне не понравилось только... Ну, там ещё... Бегом оттуда! Думаю, я справлюсь! Да, блин. Почему самое интересное происходит без меня, а? Сенегель, наверное, можно будет ещё собрать потом. Так, а где у нас энергия? А, вот вижу батареечку, энергию. Так, окей. Так, я... Вот-а-вот-а. Ага. Ха-ха-ха. А что отступаем-то сразу? Валить? У меня же базука где-то была. У меня по-любому... Он... Лени! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Новые враги! Вы должны уберечь выживших! Ну, давай! Очень долго перезаряжает, конечно, оружие. Базука, базука, базука. Вот что нужно было. Сразу, сразу надо было. А-а-а! На! На! Ха-ха-ха! Вот это я понимаю, ребятки. А что, базука кончилась, да? Ну, ладно. То есть, я так понимаю, всех остальных убили, да? Посмотрите. Во-во-воу-воу, это что за дети? Зомби-дети, что ли? Или что? Вали, вали их, давай-давай, перезаряжайся. Очень долго перезаряжается, вот вообще. Прямо... What the fuck? Это что там стр... Ну? Мы над этим работаем. Да блин! Готовлю бомбардировку. 10 секунд. Нифига их много. Так, спокойно. Это вон, видите, скилл у меня прокачивается. Да-да-да, ну, не прокачивается, а время идет. Все. Вир, вызовите бомбардировку, когда будете готовы. Возьми, командир. Вы бы и без меня ставили. Ну, понятно, 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 понятно. Стоп. Это ведьма какая-то. Блин, так страшновато на самом деле. Хоть и монстры такие рисованненькие, довольно-таки забавные, да? Но, типа, знаете, у меня уже сразу срабатывает эффект, типа, всего боятся, что не новые, да? А, это они, зомби, типа, они разумные, да? То есть, они знают, что здесь сейчас ракета, нельзя им спутник дать пустить. Так, я понимаю, это, да? Окей. Спутник, типа, пошел. Ну, и понятно, что вот это вот сюжетная миссия, да? Надеюсь вам. Типа, это начало, плюс обучение, плюс... И при том, что я даже в меню не заходил. Ну, имеется в виду, я вот нажал старт. А, видишь? Это не перевели почему-то. Ну, ладно. То есть, просто сразу игра начала. Как вот загрузилась, и сразу началась игра. То есть, меня сразу кинули в бой. Ну-ка посмотрим, уверена, все не так плохо. А, вот это вот спутник был, да? Угу. Блин, нарисовка очень забавная и очень прикольная, приятная. Да, ничего себе, это кошмар, я ошиблась. Да уж. Ха! Даже в космосе зон... Круто! И в космосе они... Ладно, потом этим займемся. Ну, понятно. Ну, да, да, типа, когда захватим землю, тогда и космос очистим. Итак, как мы назовем это место? Назовем Нильфгард, конечно. Подтвердить. Редактировать флаг. Ну-ка, давайте, бомба. Нет. Цвет. Ну, давайте, нет. Возьму вот такой вот бирюзовый. Мне нравится цвет очень. Эмблема. Эмблема. Какие-нибудь новые... О, да тут дофигища эмблем на самом деле. Вот, вот, кстати, прикольно. А что-нибудь... Или вот прикольный. Нет, давайте вот этот возьмем. Мне нравится. Окей. Всякие сердечки, пони. Там... А. Эмблемы основателя станут доступны только после... Особые, смотрите. Применить. Так, окей. А какую эмблему-то я могу вообще взять? А-а-а. Нет, стоп. Так. А, вот. Все. Понял. Понял, понял, понял. Что нужно бы сделать? Новый сундук. Награда за миссию. Открыть, конечно. Добыча четвертого уровня. А-а-а. Что это? Чертеж. Наполнены деревянные копья. Меч-линейка. Ну, типа катана. И... Вот это что такое? Рыцарь. Эм... Оборона щита в комнолесье. Игра. Создайте штормовой щит. Защитите ваш штормовой щит. Можно играть. Можно карту выбрать. Мм... А, даже это миссии, что ли? А то есть я один буду проходить? Или что? Ладно, не будем думать. Давайте начнем выбрать вот эти... Ой. Ой. Ой, прошу прощения. Вот так вот. И, похоже, проверка серьезно, что... Интересно. Интересно сейчас, что я буду с кем-то играть или что? Перемещение в лобби. Или сейчас именно найдутся игроки, с кем я буду играть, и тогда, типа, все будет нормально. Да, вон... Э-э-э-э, что-то кто-то пишет. Непонятно. Скорее всего, с кем-то. Давайте я найду, когда команду, тогда продолжу. Притом здесь, смотрите, можно всячески выбрать изменения отряда, выбрать гаджеты. Видите? Нет доступных, но, похоже, они будут. Можно выбрать защитников шторма. То есть, я не понимаю, вот... Это что, типа, мне можно было команду какую-то, да, нанять? Или неписей каких-то поставить? Я так это понимаю, да? То есть, в итоге, это не я жду кого-то, да? Это просто я вот жду, как бы, начала игры. И настраиваю ее. Блин, только единственное, мне не нравится, что мне не дали выбрать героя. Там вообще, кроме как карты и начать, ничего не было, да? То есть... Может, со временем, потому что это ранний доступ. Может быть, со временем появится выбор героя. Ну, я так понимаю, все, роботы раз у нас есть, значит, у нас есть технологии. Значит, сейчас мы просто на каком-то киборге стартанем и пойдем. Это так должно быть, я уверен, да? Ага. Вот оно, что значит. Сарказм такой, да, типа? Блин, а почему? Вы видите, у них маски натянуты сзади. Вот болтаются маски, ну, или кожа обычного человека. То есть, они как бы содрали с себя кожу, я так понимаю, эти зомби, да? Ох ты ж, нифига себе. Вот это сейчас... Вот это вот эпично. Вот сейчас это эпично. Спасибо за помощь, командир. А, это я команд... Все, я понял. Все, вот теперь я понял. Это я командир, оказывается. Всем привет! Вот вы и дома. Сейчас вас прикрывает временный штормовой щит. Но у меня есть идея, как сделать из этой скромной базы что-то невероятное. Я сразу начинаю добывать. Я так понимаю... Если мы сможем защитить и улучшить этот штормовой щит, он обеспечит вам и всем, кого вы спасете, защиту от бури. Тут-то и пригодится ваше мастерство строить. Семечку, что ли, я добыл? Вы талантливый архитектор. Да. Как Фрэнк Лоис Райф. Да. Или... Да. А почему они решаются меня? Упайте и активируйте штормовой щит. Ну ладно. Активируйте штормовой щит. Окей, ладно. Все понятно. Единственное только, где мне начать строиться. Типа... Активируйте штормовой щит. Он... Вот сейчас... А-а-а... Это... Вот это круто. Да, круто. На это у нас пока не хватит ресурсов. Вот это сейчас... А вот на что у нас есть ресурсы и время. Тоже неплохо. Давайте начнем с того. Без ресурсов ничего не построишь. Забавно. Давайте-ка я пришлю вам немного. Давай, спасибо. Спасибо огромное. Но... Это на самом деле круто. Такая шутка, да? То есть юмор немножко. Вау. Давайте построим укрепление вокруг штормового щита. Начнем со стен. Ну, давай. У нас есть дерево, камень и металл. Строительство на самом деле вообще простое. Я вот... Играю первый раз. Первый раз играю, да? И уже так все, ну, как бы просто. То есть... Выбрать стены F1. Нажмите строить, чтобы изменить строительный материал. Ну, материал ладно. Я пока что не буду менять. Так, готово. Теперь добавьте дверь. А, то есть... По-моему... Стоп. Редактировать... Так, нажмите Q, чтобы перейти в строительство. Режим строительства. Нажмите G, чтобы перейти в режим редактирования. А. А. Стоп, 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 стоп. Стоп. Так, и вот я пытаюсь, типа, пытаюсь построить, да? Ну, G нажать, но оно... А, я... Все, простите. Простите, пожалуйста, я... Я не то. Не то делал совершенно. Я на F жму. Так я думаю, почему не получается? Не стоит соорудить полы и потолки. А, да. Стоит вообще? Вот пол... Вот пол, я вот в нем вообще смысла не вижу, честно. Честно скажу. Вот в потолке еще есть какой-то смысл, но вот, типа... Так, F5. Установите ловушки на пол, стену и потолок. Так, стоп. F5. И как выбрать там? На Т выбрать ловушку, да? А, стена. Вот так вот. Так. Так, здесь у нас теперь нужно выбрать потолок. Вот видите, всего лишь одна есть. Вот. Так. И пол, говорит. Ну вот можно такую. Оп. Так, окей. Чтобы сделать низкую стену, откройте режим редактирования. Удалите два верхних ряда. Ага. Типа... Типа сложно на самом деле. Ня. Ня. Она говорит, ня. Так. Есть. Ах, вот так вот. Я типа создал черчеж и теперь как бы строю. Понятно. Это понятно. А зачем вот здесь вот оставлять? Я бы как бы и здесь тоже поставил. Нет? Нельзя почему-то. Ладно, окей. Пора признаться. Я... Ломала систему бомбардировки. Че? Давай не будем сейчас искать виноватых. Хорошо? Так что пока придется обойтись гранатами. А вот и наша цель. Попробуйте бросить гранату в цель. Ну понятно, понятно. Гранаты. Понятно. Так, только у меня сколько их? Вот. Единственный момент. То есть сколько у меня гранаты как бы. Я вот единственное хочу узнать. И сколько времени остается до... До прихода, да? Активируйте, чтобы мы его ищем, чтобы начать оборону. А можно я сейчас еще что-нибудь построю? Чтобы на все 100% защититься. Потому что как-то они резко меня так хотят, чтобы я начал. Так, Т. А, вот так вот, да? То есть... Вот давайте уж так делать по полной программе. Так, у меня только на пол хватает, да? Ресурсов. Стоп, а почему? Стоп, вот. Так, честно, честно, не понимаю немножечко, почему так. Ну ладно, раз так, так так. Давайте активируем, давайте активируем. Раз, говорят, так. А, вот здесь вот активировать. Расщепить щит, уйти с команды. Все, понятно. Не все переведено, слышите, да? Но... Это кто такой? Питчер! Ха, прикольный! То есть он уже... Ага. Так, где они, где? Я так понимаю, только спереди иду. Ну-ка, давай, 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 давай! У меня еще есть пистолет, ребятки. Но он такой, типа, ну да, видите, да? То есть... Ну, очень слабоватый, но в принципе... Так, я могу садиться или что-нибудь такое? Нет. Воу. Если в голову попадать, я смотрю, какой-то профит все-таки есть от этого. Но такое очень... Ты что, какой толстый-то? Смотрите, у них реально... Снято кожа с головы. Вы видели? Ну, понятно, что я один и монстров мало, да? То есть... Эм... Это, как бы, очевидно. И вот единственное, что я вижу, еще одну вещь. Вот это вот... Вот это что такое? Это надо завязать. Поэтому я одновременно могу еще и собирать. Я так понимаю. Ненадолго увеличивать. Блин, почему я по нему не попадаю? Не успел прочитать, что там увеличивает ненадолго. Не может одновременно перезаряжать и одновременно собирать. Это печально немножечко. Также есть, посмотрите, щит, который вот мне сейчас попали. И у меня потратились немножечко жизни. Не страшно, но... Надо быть внимательными. Это уже надо привыкать, конечно. Блин, игрушка на самом деле прикольная. Но я сразу чувствую, что здесь все-таки одному будет скучновато. Нужно будет искать кампанию. Либо, скорее всего, в дальнейшем появится... В дальнейшем... В дальнейшем, скорее всего, появится возможность просто играть с андомными челиками, да? То есть выбирать команду, допустим, или еще как-то. Наверное. Я так думаю, по крайней мере. Но не уверен в этом. Напишите свое мнение по этому поводу. Хотя, я думаю, многие уже знают, как это работает. Потому что игрушка не первый день вышла. Ой, не сегодня вышла, да? Когда я снимаю это видео. Вышла чуть позже. Она, по-моему, четыре или три дня назад вышла. Как-то так. Ну и, в принципе, с другой стороны... А что я хочу? Это же только начало, да? То есть такое... Типа, просто такой глупенький отстрел. Мобиков. Типа, тут проиграть... Ну, очень глупо можно так вот. Здание, поврежденные монстрами, легко починить, если у вас достаточно ресурсов. Ни одна из полученных шторм уже не получила. Ага, все понятно. И... Очки, подсчет, понятно. И я думаю, после каждой такой вот миссии будут всяческие награды. И все дальше сложнее, сложнее, сложнее. Прокачка командира, смотрите. Вы получили очко науков. О, это что, это я все сундуки... Ах, ох, еще... Эти чуть-чуть на третий не хватило. Вот это интересно, как сделано. Награда... Как... Так. Типа, а что я получил-то? Непонятно. Ну ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. А, собственно, этот сундучок, понятно. Он мне выдался просто. Открывать я его буду именно на базе, как бы. Эм... Мини-лама с наградой. Загните в магазин, чтобы забрать бесплатную ламу с наградой. А, что? Простите. Опыт для героев. Повышает уровень героя. Его можно получить, разбивая лам и увольняя героев. Так, ну я выполнил первое задание. И мне дали дробовик, ребятки. Рыцарь. Медный. Медный, наверное, да? Помповый дробовик наносит. Высокий урон. Хорошо отбрасывает врага. Обладает умеренной скоростью. Мало длиннобойность и небольшим магазином. Б-баксы. Или В-баксы. Не знаю. Валюта для покупки товаров в магазине. Отлично. В-баксы. В-баксы. К счастью, в магазине Виндертех есть все, что вам нужно. А, вот. Зайдите на вкладку магазин, чтобы получить мини-ламу в подарок. А, спасибо. В-баксы вы сможете купить лаву с лучшими. Ну, в общем, ладно. Видите, арсенал, герои отряда и все остальное закрыто. Задание вообще тоже закрыто. То есть, ну, вообще все закрыто. Я даже не могу. Более крупный лам с улучшением можно приобрести за Виндебаксы. Виндебаксы. Ну, дальше я уже не буду продолжать. Заберите мини-ламу в магазине. Один. Я, типа... Типа, я же... Готовлюсь к столкновению. Ладно. Окей, пришлось эту ламу купить. Ну, не поминай лихом. Что я получил? Тип персонажа. Прагматик. Бонус к восстановлению щита. Это что, я шлем такой выбил? Или что это такое? Опыт для выживших. Опять это. Монеты основе можно обменять на особых лам, которые доступны только в течение месяца основателя. Вот так вот. Теперь, открыв своих лам, вы готовы двигаться дальше. Теперь вам доступно дерево навыков. Посмотрите на него и не забудьте проверить, не появится ли... Ага. Я еще могу одну ламу открыть. Крохот на тебе приветик! Зачем она так говорит, мило? А, она еще и рада, что я ее, как бы, типа, на куски разорвал. Выжившие и выжившие. Защиты к бонусу, защиты к бонусу. Ааа. То есть это выжившие, которые я могу с собой брать, чтобы понимать... Вот, все, понял. Так, окей. Навыки. Славной добычи! Не забывайте забирать своих мини-лам и тратить вибаксы, заработанные в миссиях. Открыть. Ооо. Конструктор базы Кайл. Использует крепкую базу, чьи электрические полы останавливают врагов и обороняют стены с помощью натиска. Ну и опыт, конечно же. А еще у нас довольно-таки три штучки их. Базука! Ребята. Гранатомет. 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 Гранат... Вот это хорошая вещь. Гранатомет. Гранатомет. Двухствольный дробовик. Это хорошая штука. Отправляющая в хранические штурмовые щита. Охотничьи патроны. Шикарненько. И... И... Чего это такое? Ежедневная награда основателя. Получить дополнительные награды каждый день. Флаг главной базы. Флаг главной базы. Флаг главной базы. Флаг главной базы. Улучшение древа навыков. Вы можете потратить очки навыков, чтобы открыть или улучшить способности. Ага. Сейчас у вас достаточно очков, чтобы открыть нового героя. Откройте пункт конструктор. Вот конструктор, видите, да? Открываем. Отлично. Идите и строите что-нибудь невероятное. Что происходит? Не забывайте следить за очками навыков. Ага, мне ресурсы дали. Дерево навыков. Верный способ усилить вашу главную базу. И получить новые мощные гаджеты. Угу. Угу. Тут дальше, смотрите. Типа работает, выжившие в безопасности. Рамирес готова к бою. Неплохое начало. Лок, дай-ка я взгляну на отчет. Тут чертежи, смотрите. Чертежи того, чего я могу строить. Хороший отчет. Только одно замечание. Давай постараемся не плакать на командном посту. Даже если на работе... О, два героя есть. Ого. Он весь красный. А, командир, над главной базой сходится несколько бурь. Отряды понятны. Я понятия не имею, как от них отбиться. Ну, вы и без меня догадались. К счастью, у меня есть... Но магазин... Трисим. Тут кто-то есть. Чеметь. Вот, ладно, в магазин не будем заходить. Ха, вот оно. В экстренной ситуации свяжитесь с круглосуточной лопой поддержки. Очень болтает. Ха, мы как раз в экстренной ситуации. Хорошо? Очень. Два координаты. Вперед. Все. Наконец-таки. До и после науки. Вот здесь я могу, типа, до и после науки. Награда автоматически на оберзг. Э, винтовка. Но это уже в следующий раз, ребята, если вам понравится игра. Ну, или даже нет. Наверное, не так. Конечно, от вас очень многое зависит. Ну, и так же зависит и от ваших комментариев тоже. Многое. Ну, и, конечно же, от меня. Я, наверное, все-таки сделаю по этой игре стримчик и поиграю уже на стриме полноценно. Там, ну, часа три, допустим, да. Чтобы, так сказать, посидеть, не разобраться. Возможно, ко мне кто-то присоединится. Возможно, ты. Или ты. И я сейчас такой пальцевый монитор тычу. А вы думаете, как будто я на вас тыкаю. Ну, вы понимаете, как это работает. Обязательно, обязательно. Расскажите об этой игре друзьям. Не обязательно об видосике, а просто об этой игре. Я думаю, она многим понравится и многим зайдет. Зайдет. Всем всего, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok